Москва-мегаполис в режиме нон-стоп. Это открывает возможности для продвижения бизнеса и реализации самых амбициозных идей молодых предпринимателей. Поэтому власти поддерживают малые и средние бизнесы. Но как стать успешным столицей, найти свою нишу и какую именно поддержку оказывает государство, мы узнаем сегодня на конференции молодежной гильдии Московской торгово-промышленной палаты. В Москве очень много делается со стороны властей, чтобы развивалась предпринимательская деятельность. Об этом кто-то не знает, кто-то догадывается. А вот здесь на нашей площадке все делятся своим опытом и говорят о тех проблемах. И мы вместе консолидируем усилия, чтобы эти проблемы были решены. Я с большой завистью отношусь к текущей молодежи, у которой очень много вариантов, какой путь выбрать и какой делать свой собственный продукт. Когда, например, начинал я лет 10 назад, не было тех инструментов, которые сейчас есть. Это и интернет-инструменты, и ресурсы, и поддержка. Мы являемся инфраструктурой поддержки малого предпринимательства в Москве. Нас создало правительство Москвы в лицее Департамента науки и промышленной политики и предпринимательства города. Основная наша задача – помогать как раз начинающим и действующим предпринимателям. Инференции дают новый стимул для российских предпринимателей сделать шаг вперед навстречу не только освоения внутреннего российского рынка и взрослыми, но также, как и в лице компании «Любобаком», мы даем возможность, чтобы мы могли выходить на рынки других стран. Торговая промышленная палата – это единственная законная организация, которая соединяет бизнес и правительство. Мое главное, что дает палата – это возможность хотя бы просто общаться, встретиться. Есть такое место, это такая точка, это столичная к вам переулка, метровка 15, куда можно прийти и спросить. И это самое важное, когда ты знаешь, потому что есть люди, которые хотят, потому что ты можешь просто создать вопрос. Очень многие просто боялись, сделать первый шаг. Очень тяжело упаковать социальный проект так, чтобы он был выгоден коммерческим партнерам. Развитие социальной ниши все-таки приводит к развитию каких-то других, более глобальных, идущих чередой за этим новых проектов, которые в целом улучшают комфорт людям. Вот сейчас государство, начиная от того, что оно создает меры субсидирования различных проектов, поддерживает в том числе и кредитование различных проектов, поддерживает и льготами при участии в технопарках, при участии на площадках технополиса всевозможных, при участии при работе в индустриальных комплексах, то есть поддерживается промышленность, поддерживается производство. Оно еще и создает инструменты поддержки и продвижения наших продукций на внешние рынки. Сегодня мы услышали большое количество успешных историй от молодых предпринимателей. Они рассказывали о том, как, находясь в Москве, они вырастили из идеи полноценный бизнес, успешный, который приносит им сейчас прибыль. Я даже не ожидал, что так много действительно молодых людей, таких интересных проектов. У них реально, говорят, глазами у них все получится. Субтитры создавал DimaTorzok